всем привет здравствуйте здравствуйте ну что сегодня мы продолжим уже беседу с ольгой на более конкретные темы и тема первого вот такого уже нашего видео по вопросам которые вы нам задали вот надеюсь что мы два вопроса первых сегодня как раз и обсудим зачитываю первый вопрос моя зрительница написала следующий вопрос для специалиста как быть нежной и прекрасной женщиной если все держится на хрупких женских плечах дом кружки дети здоровья и так далее ну нам всем знакома такая ситуация все мы это проходили и даже это бывает и дети уже вырастут а все все то же самое я думаю что это такое очень важный для многих вопрос и актуальный поэтому но вы знаете наверное однозначно на любой вопрос ответить сложно потому что для того чтобы ответить конкретно определенному человеку нужно слышать его историю жизни и почему он конкретно создал такую семью где у него теперь такое положение до что женщина везет на себе все но если говорить о общих проблемах которые я слышу и в общем то основное основной это то что как правило женщина занимает семье волей-неволей материнскую позицию это идет даст как бы такой становится мамой для все мамы для она яма так начинает вести себя изначально я бы сказала что наверное это такая модель которая собственно говоря и мужчины и женщины создается бессознательно потому что как правило в такой ситуации это мужчина который сынок то есть он может быть совершенно потрясающе реализован в социуме успешным бизнесменом но в силу собственного воспитания в его родительской семье где например он был маменькиным сыночком да да то соответственно когда он притягивается к женщине которая по модели его семье будет похожа на его маму до которая возьмет эту ответственность семье и будет вести ее на своих плечах естественно женщина тоже выбирает такого мужчину по каким-то причинам здесь может быть масса причина например что все в ее семье был очень контролирующий отец деспот который все контролировал сам и соответственно женщина выбирает в противовес своему отцу мужчину достаточно слабого и которого она сможет контролировать то есть сначала это ее бессознательно устраивает потому что она как бы ситуацию всю контролирует а потом естественно она начинает эту ситуацию и раздражает потому что это этот контроль переходит в том что ну то что вот и говорит эта девушка о том что нежная хрупкая женщина просто становится ломовой лошадью да и такой мамой для всех и как правило в этой в этих семьях не только страдают отношения но еще и страдает сексуальные отношения потому что так или иначе подсознательно через какое-то время это уже напоминает нам инцестозные отношения между например матерью и сыном и естественно секс в этих семьях как правило прекращается и чем чревата эта ситуация это тем что партнеры начинают искать друг партнеров на стороне для того чтобы почувствовать себя снова мужчиной или женщиной женщина при этом начинает чувствовать себя еще несчастнее потому что она как бы взвалила на себя все она все делает все тянет и при этом она получает то что это не ценится и муж еще там заводит какую-то и здесь конечно важно помнить что в семейных отношениях никогда не бывает виноват один то есть если такая модель в семье создалась значит оба внесли туда лепту я не говорю что осознанно да но каждый привнес туда модель своей прежде всего семьи и по каким-то причинам он именно создал семью с этим человеком и я всегда говорю когда ко мне приходят люди которые собираются пожениться готовьтесь в начале в вашей семье вас будет минимум шестеро то есть это вы и ваши родители и для того чтобы разобраться да где все-таки ваши желания и где модель родительской семьи вот для этого наверное нужна семейная психотерапия послушай а вот ну естественно я понимаю что зрители зададут вопрос а что делать такой ситуации возможно ли вообще как-то разрулить такую вот историю раз уж ты что называется в лип в это как с этим бороться это можно как-то изменить да это ранее скажем так семью или все-таки здесь надо развести руками и сказать да не сложилось и начать новый поиск здесь значит безусловно можно ее разрулить только тогда когда оба готовы с этим что-то делать то есть потому что если один человек приходит в терапию и он начинает меняться да то естественно второго партнера уже не устраивает та модель как новая модель партнера потому что он уже не может в ней взаимодействовать и тогда возникает естественно потребность разбираться вдвоем если мужчина как правило в такой семье говорит тебе это надо ты иди и решай то этот брак обречен то есть либо женщина должна смириться с тем положением которое у нее есть и как-то найти компенсацию видимо удовольствие и радости в чем-то другом вот либо нести этот крест по жизни да но тогда вопрос встает о другом а что тогда есть ценность твоей собственной жизни да и невозможно в общем собственно говоря положить свою жизнь обслуживая только потребности других людей и вот здесь вот возникает очень много проблем со здоровьем как правило таких женщин потому что конфликт который псих психологически они не решают он переходит в телесные то есть возникают симптомы и как правило говоря что тело не врет и если например человек говорит что у него все хорошо но при этом он болеет значит надо разбираться что же несет в себе этот симптом но симптом как правило бывает таким неким компромиссом в такой семье потому что он забирает вот весь конфликт на себя и уже когда ты болен вроде тебе как уже ничего и не надо уже нет сил на то чтобы что-то меняет своей жизни и наступает такой некое смирение но в большинстве своем сейчас вот все тенденции меняется и люди приходят в семейную терапию когда они приходят именно в семье кризису отношений когда они понимают что то как было так жить невозможно либо надо расходиться либо что-то в этих отношениях где делать и естественно конструктивно если люди любят друг друга в этой семье что-то попытаться все-таки сделать что потом не жалеть что ты не сделал ничего пустил да да пустил на самотек и если вот ты уже совершил все попытки да так скажем достучаться до своего партнера и как-то ему эту ситуацию объяснить и стремиться ее изменить а партнер предположим ничего не хочет менять тогда конечно это единственный выход для человека это закончить такие отношения ну вот таким был ответ профессионального психоаналитика ну и следующий вопрос написала девушка как я понимаю которая хочет отправиться учиться в москву вот она пишет как быть с привязанностью у меня очень хорошая семья но назрела потребность учиться в столице и я просто боюсь оставить своих свою семью да знаю что мама переживала когда мы даже жили на соседних улицах чувствую огромную привязанность которая мешает мне строить планы относительно собственных начну ну вот к сожалению я к сожалению к сожалению это не радить очень распространенная но дело в том что в принципе этот вопрос даже вытекает из предыдущего то что мы обсуждали до этого дело в том что вот смотрите женщина в семье рожает ребенка предположим она не удовлетворили не удовлетворена отношениями с мужем и ребенок становится целью жизни ее то есть это единственная привязанность в данный момент в ее семье она получает чувство удовлетворения она там с ним сливается в его занятия в жизни и так далее да и таким образом формируется симбиотическая связь между ребенком и матерью которая это когда вот как говорят что пуповина не перерезается и всю жизнь там уже и и сыночки уже может быть и доченьки уже под 40 50 а у них с мамочкой когда 70 все и особенно если транслируются следующие такие моменты я так тебя тяжело рожала ты мне так тяжело дался я посвятила всю тебе жизнь и когда мать подсознательно ждет то что ребенок будет отдавать теперь ей долги то такой ребенок как правило им очень тяжело перерезать вот эту пуповину и отделиться потому что у него возникает во первых страх за мать потому что у матери теряется цель жизни вот и во вторых это безумное чувство вины потому что всю жизнь он живет с тем что он обязан матерью матери за то что она его родила и здесь конечно вот без помощи специалиста практически не обойтись потому что даже если это человек уезжает в другую страну но другой материк то пуповина остается и в принципе конечно нужно что-то делать с этой привязанной остается его чувство вины да он допустим она уедет в москву будет учиться но ее чувство вины будет и чувство тревоги до чувство тревоги то есть это постоянные будут телефонные звонки там и проверка все ли с мамой в порядке естественно мама которая будет контролировать каждый шаг потому что она не умеет по-другому жить и нужно быть все время нужной то есть понимаете можно разъехаться но связь останется настолько сильной что во первых у этой девушки будет большая проблема с отношениями то есть созданием своей собственной семьи вот она и пишет что у нее большие это мешает есть строить планы относительно собственных до желания потому что появление любого партнера это будет такое символическое предательство матери то есть она как бы выбирает его вместо нее поэтому естественно здесь надо разбираться непосредственно вот в данном конкретном случае да ну а что вообще ну я понимаю ты советов не даешь конкретных но вот что можно этой девушке все-таки сказать вот конкретно вот она зрительница смотрит и что можно ну наверное прежде всего что это был выбор мамы рожать ее или нет да и раз она и большому счету ее вины нет до выбора не было она была маленьким там несмышленым ребенком и мама дала все и вот так вот и так сложилось что вот у мамы она стала таким вот самым важным в ее жизни но это чувство матери да человек имеет право на свои чувства и на свою жизнь и коль мама вам дала жизнь да то эту жизнь естественно надо прожить иначе как бы просто бессмысленно вы не можете всю жизнь жить оглядываясь на маму и для мамы наверное это тоже важно потому что не зря же говорят что существует такой синдром покинутого гнезда и хеллингер про которого мы здесь упоминали он говорил одну гениальную фразу он говорил что когда наши дети вырастают и они уходят родителям очень больно но когда мы их отпускаем наши дети возвращаются к нам с еще больше любовью и наверное когда вы сможете может быть поговорив с мамой на эту тему и как-то обсудив вот то что происходит между вами все-таки психопер психологическую пуповину перерезать то ваши отношения станут более теплыми и зрелыми по той простой причине что никто не будет чувствовать что у него забирают жизнь вот это наверное единственный выход в этой ситуации оля ну спасибо тебе огромное я думаю что я думаю что для тех кто написал эти вопросы это было очень важное видео очень важные слова надеюсь они их услышали и для себя сделали какие-то определенные выводы ну а я хочу поблагодарить ольгу и попрощаться до следующего видео до свидания пока пока увидимся в следующих программах